Добрый день! Добрый день! Добрый день! Мы затронем, уже обсуждались на первой сессии сегодня, вчера, в том числе в пленарном докладе Александра Павловича, и вопросы эти с нами уже много лет, уже не первые десятки лет, но тем не менее становятся все более и более актуальными из-за того, что подпись действительно начала переходить на мобильные устройства. Начнем с тех проблем, которые, наверное, более очевидны для массового пользователя, для тех, кто встраивает криптографию на мобильных устройствах. Это те проблемы, которые возникают при использовании конечных приложений. Вот в последнем слайде предыдущего доклада Антония Милузова была обезьянка, которая занимается игрой с кубиками. Вот на левом экране есть Био-ДСЧ в СКЗИ Критопро, которая, собственно, очень похожа на эту игру обезьянки. Но так же, как и Био-ДСЧ, который представлен справа, это Био-ДСЧ и компоненты ТЭКС, оба они, хоть и непривычны для пользователей зачастую, но при этом являются необходимыми для того, чтобы мы, собственно, имели, как было сказано недавно, хоть какой-то Био-ДСЧ. Хоть какой-то ДСЧ, потому что, действительно, если у нас с вами не будет опоры на случайность, если мы будем брать только системную энтропию, то рано или поздно из-за ошибки компании Apple, ошибки компании, там, предварителя любого из телефонов на андроиде, мы с вами получим ситуацию, когда подпись у человека хоть один раз использует недоверенный ДСЧ, и от одной ошибки его ключ, который может храниться в очень защищенным образом, утечет чисто математически. Поэтому доверенный ДСЧ нам необходим. Это прямое требование и класса КС-1, и реальной безопасности. Повторюсь, здесь это не некий формализм, не некая паранойя. Действительно, если формировать подпись по нашему ГОСТу, и та случайность, которая требуется для каждого формирования подписи, либо повторится, либо сбойнет, то от одного значения подписи можно будет вычислить ключ, что, естественно, является не просто недопустимым, а просто невозможным для работы, скажем, любого класса. Это первая причина, почему пользователю необходимо терпеть некоторые недобства и вот как обезьянка либо тыкать в экран, либо вводить по нему рукой для того, чтобы сгенерировать случайные числа. Если же возникает где-то мобильное приложение с криптографией, где нет вызова БИОДСЧ, то вернее всего что-то пошло не так, потому что действительно защититься без хорошей случайности невозможно. Есть и другие требования, которые видны пользователям и зачастую мешают такому привычному опыту. Это система контроля целостности, иногда это необходимость что-то проверить на экране, либо где-то хотя бы увидеть кнопку ОК. Это необходимость локальной аутентификации, то есть необходимость хоть что-то ввести для аутентификации на устройство, там, допустим, четырехзначный пароль. Зачастую это добавляет лишние экраны в пользовательском пути, но при этом идет из требований безопасности и бумажных, и фактических. Проблемы, которые уже видны, может быть, не пользователям, но видны очень хорошо разработчикам мобильных приложений, проблема обновления версий. Как только вы сертифицировали некое решение или провели оценку влияния, что в этой части не очень важно, вы уже, как разработчик, не имеете права обновлять мобильное приложение, которое было преследовано, потому что понятно, что внесением изменений можно внести уязвимость. С одной стороны, вроде бы это правильно, с другой стороны, жить это мешает, потому что, естественно, каждый раз при обновлении приложения ждать не одну неделю, а там один год, но вряд ли кто-то из разработчиков будет готов. Проблема лицензионного контроля по экземплярному учету, то, что спрятано под капотом, тем не менее добавляет головной боли всем разработчикам, то есть то, что необходимо так или иначе каждое экземплярное мобильное приложение зафиксировать для того, чтобы выполнять требования по экземплярному учету из КЗИ. Я не останавливаюсь на всех подробно, так как, собственно, у нас круглый стол, а не мое выступление, но постараюсь проговорить те проблемы, которые являются действительно важными для всех нас. Недопустимость работы на старых операционках. Следует, в общем-то, из одной простой вещи, что старые операционки обычно содержат известные уязвимости. Даже класс КС-1, при всех к нему вопросах, которые можно задавать, включая денежные опросы, он, как минимум, должен что-то обеспечивать. Обеспечивать что-то — это обеспечивать отсутствие известных уязвимостей в среде, как минимум. Если у нас работает средство, которое даже по заявлению самого разработчика не может работать безопасно, то, естественно, грошится на таком средстве. Поэтому старые версии операционок поддерживать нельзя, но при этом всегда возникает вопрос про такую мифическую бабушку, которая должна использовать очень старый смартфон, очень старый Windows или что-нибудь еще очень старое. Действительно, на старых версиях операционки работать с сертифицированной криптографией нельзя. И по понятиям, и по бумаге, и, честно говоря, просто по уму. Трудности у разработчиков, у любых, которые встраивают распределенные решения в мобильное приложение, это работа с отображением веб-страничек внутри приложения. Чуть техники, когда вы из приложения получаете возможность, скажем, аутентификации через госуслуги, например, если вы возьмете госключ или приложение для электронного голосования, вы видите аутентификацию через госуслуги, фактически эта вам операционная система подпихивает кусок браузера. В этом куске браузера никакого госта нет и быть не может. И в этом приходится очень неприятными и тяжелыми техническими методами здесь все-таки гост внедрять, вносить. Это удается делать, как вы видите, опять же, из приложений, которые выложены в веб-сторах и работают с гостом. Но это очень сложно и добавляет довольно много хлопот разработчикам. Специфика импорта-экспорта ключей. Мы с вами более-менее привыкли использовать отчуждаемые носители и вставлять токен при работе с нашим SKZI стационарным, но при этом на мобильном телефоне что-то вставлять в него обычно никто не привык, хотя есть носители, поддерживающие Android, и они даже поддерживают сертифицированные средства, но это не очень типичная и привычная история для всех. Поэтому здесь разумно говорить про бесконтактные считыватели, а для них, естественно, сходу возникает вопрос о безопасности. Как только у нас возникает NFC, возникает радиоканал, и возникает реальная угроза, что зломышленник, стоящий около вас в метро, может прочитать ваши данные или подменить подписываемые данные, если у него есть там ПО, которое хоть немножко учитывает специфику вашего средства. Ну и то, о чем уже, думаю, не раз говорилось даже на этой конференции, так-то мы об этом говорим каждый раз, что, в общем-то, повышение общего класса программной части выше CS1 это принципиально неподнимая задача, если требования не менять, потому что у нас есть заведомая априорная необходимость доверия к операционке. Что iOS, что Android никогда не будут для нас доступными полностью в исходных кодах, с процессом контроля, сборки и так далее. Нам необходимо доверять операционке. И с одной стороны, да, мы, наверное, можем принять предположение о том, что нету злонамеренно внесенных закладок, допустим, но, по крайней мере, мы точно понимаем, что разработчики в Apple и в Google тоже ошибаются, и изъемности могут быть. И поэтому всюду, везде понимают, что наше окружение слабо доверенное, что в нем необходимо предохраняться от потенциальных уязвимостей в нем. Это наша, в общем-то, жизнь повседневная, мы от этого никогда не уйдем. Чуть залезая под капот, если там нарисовать такие страшные картинки, средство подписи, как и любое программное средство, опирается на окружение, опирается на системное ПО, на средства операционки, на аппаратные средства, с ними взаимодействуют, и неминуемо, как минимум, в трех этапах взаимодействий что-то от него спрашивает. Спрашивает и при амитализации, это в первую очередь обращение к датчикам случайных чисел, и при хранении данных, и при вычислениях, и любые ошибки, на уровне железа, приводит к тому, что могут быть ошибки и уязвимости в СКЗИ. Приходится, опять же, подстраховываться. И если у нас это не самостоятельное средство, а средство, работающее с сервером, что в виде средства локальной подписи, работающей с тем документооборота на сервере, что в виде средства дистанционной подписи, нам необходимо работать с пользовательскими данными, нам необходимо передавать управление, нам необходимо работать, возможно, с аппаратными считывателями, без возможности строго идентифицироваться во время этого процесса, потому что идентифицироваться по ключу для доступа к ключам, если не возникает снижение требований к пользователю, но это становится немножко бессмысленным. Поэтому приходится довольно сложная система строя для того, чтобы аутентификацию в таких условиях оставлять доверенной и безопасной. Пути решения, которые можно наметить, и отчасти из них заведомо мы сегодня будем говорить в докладах, которые будут, это построение защищенного канала без контакта с считывателями, даже если они работают по NFC Bluetooth, можно за счет протокола, санартизированности SPA, строить заименную аутентификацию, уже вчера о нем упоминалось в докладе Андрея Андреевича Пьянченко, говоря про паспорт с электронным носителем, и строить защищенное соединение, даже если мы прикладываем считыватель прямо к устройству. Частичный, частичный, подчеркиваю, перенос операции на серверную сторону, либо полностью, как в Критопрода DSS, либо реализация интеграции с системой на внешней стороне, как в CSP или госключе, с аудитом на серверной стороне, с интеграцией на серверной стороне, и, в общем-то, перенося все, что можно, на серверную сторону. Применение тех протокольных решений, которые готовы к работе в таком словодоверенном окружении, если бы в российских криптонаборах ТЛС не было бы методов защиты от компрометации сессионных ключей, то на самом деле мы бы не имели ни одного средства даже класса в CS1 на мобильных устройствах. То, что у нас есть регулярная смена ключа от CPKM, именно нас спасает от того, что у нас, по крайней мере, ущерб от компрометации сессионного ключа, он ограничен по времени. Ну и специализированные технические и матемические решения, они уже не стандартизированы в TKV-C6, они уже у каждого свои. У нас, у коллектива Infotex есть много своих нау-хау, которые позволяют также требования выполнять. Стандартизируются те, которые должны быть еще и совместимы между собой. Все это позволяет таки честно сертифицироваться по классу CS1, но это не означает, что все проблемы решены и что говорить нам не о чем. Проблем много, проблем связанных как с повышением безопасности реальной, так и с повышением удобства работы для пользователей. Собственно, вопросы, которые хотелось бы вынести, которые интересуют лично меня, это вопросы о опыте каждой из компаний в решении указанных и иных проблем. Что-либо, что требует изменения и корректировки нормативной базы, в частности требований к подписи, к интересной подписи. Это дискуссия о том, конкуренты или партнеры, локальная и дизайнционная подпись. Когда спрашивают или партнеры, обычно в вопросе предполагается ответ, что партнеры, но тем не менее. Вместо российских доверенных операционных и аппаратных средств, что можно все-таки на них переносить, потому что понятно, что от iOS и Android мы не откажемся, но у них есть тоже своя совершенно явная область применения, которая позволяет закрывать ряд дополнительных уязвимостей, тоже нужно это помнить. Повышение классов защиты там, где это можно, в частности при работе с ключевыми носителями более высокого класса. Да, у нас все равно само средство локально работает по классу КС-1, но при этом конкретные свойства безопасности, например, неизвлекаемость ключа, можно стараться обеспечивать по классам более высоким. Вчера в докладе Андрея Пьянченко был вопрос о использовании ОЛГ, которое частично по классам выше КС-1 существенно сертифицировано, ну и ответ был, как я понимаю, связан с тем, что часть свойств безопасности действительно можно и нужно стараться обеспечивать средствами более высокого класса защиты. Это нормальный подход, но, конечно, требующий всегда дискуссии и обсуждения. Собственно, наверное, вопросов ко мне сейчас задавать не надо, разве что если есть замечания к моему докладу, а так хотелось бы передать слово первому из докладчиков, если опять же нет ко мне замечаний по тексту. Есть, отлично. Алексей Инатьевич? Если мы посмотрим на это, это вообще говоря окружение, это Trusted Execution Environment, вы знаете, да? В идеале. Вот, в идеале. И, значит, в стандартах ИСО там нарисовано, я просто вопрос хочу задать, ну дискуссионный такой, да? Там нарисовано, что все критические операции должны проводиться вот в этой зоне, в том числе и средства ЭП, как такое, да? И отсюда должны торчать только опишники для прикладных систем, для аутентификации, для ЭП и так далее. Вот как вы поясните вот эту картиночку. Я извиняюсь, но это очень важный момент, это принципиальный момент. Я думаю, что не просто принципиально, это главный вопрос нашей дискуссии. Спасибо огромный за вопрос. Действительно, именно поэтому картинка в таком виде представлена, что это вот то, с чем мы имеем, реально дело. Средство ЭП, к сожалению, находится сейчас по факту программное, вне доверенной зоны. Это та самая проблема, из-за чего мы имеем, вот, собравшись на сцене, из-за чего мы вообще имеем круглый стол, из-за чего мы имеем проблемы. Да, это проблема, и она, хорошее решение имеет одно. Это имеет, собственно, доверенную среду, в которой работает все полностью. Но есть маленький нюанс. Этой среды нет. У нас с вами, сейчас, у нас с вами есть реальные области применения электронной подписи, которые есть вокруг нас, у каждого в кармане, на iOS, на Android. Выкинуть их и сказать, что нам нужна только Аврора, мы, увы, сходу не можем. Поэтому приходится думать о том, а как нам от конкретных классов угроз, от конкретных уязвимостей защищаться с помощью того, что мы имеем. То, что при этом картинка сама по себе так себе, это вот всеми руками поддерживает Тетис. Я понял. Спасибо больше за ответы. Спасибо. Тогда давайте перейдем к докладам. Первый доклад. Антон Милузов, замгенерального директора председателя бизнеса Инфтехс Интернет Раст. Да, добрый день, коллеги. У меня, на самом деле, очень короткий доклад. Просто для того, чтобы погрузить немножко участников, ну, не участников, а круглого стола, а как раз, скорее, участников форума, значит, в некоторую техническую, технологическую сторону обсуждения, мне бы хотелось вот просто две картинки показать, чтобы мы имели перед глазами некоторую базу для обсуждения. Вот, собственно, схемы формирования и применения ключей, классическая, мобильная и облачная, которые просто с 1 января этого года отдельно в законе выделяются, они на картинке представлены. Да, ну, классическая схема, понятно, что в момент формирования ключа, значит, он лежит отдельно совершенно от момента его применения, может быть, вообще никак не связан, и, соответственно, ключ либо по закону формирует сам пользователь, либо формирует удостоверяющий центр и, собственно, каким-то образом передает пользователю. После этого пользователь его просто применяет, использует средства подписи, формирует подпись для конкретного документа, и уже взаимодействует с информационной системой. В облачной схеме подписи пользователь с использованием ключа управления формирует поручение на подписание документа, и уже на серверной стороне происходит автоматическое формирование электронной подписи с соответствующим этому пользователю ключом в автоматизированном режиме. И уже дальше документ, собственно, может попадать в информационную систему, но, на самом деле, разными путями, здесь нарисован один из них. И, собственно, мобильная схема подписи – это тоже схема подписания с использованием мобильных устройств, но в которой ключевая схема перевернута, и ключи защиты как раз хранятся на стороне серверной, они используются в момент формирования подписи, ключи электронной подписи, при этом хранятся на мобильном устройстве, то есть информационная система передает документ, и, собственно, дальше уже документ попадает на устройство пользователя, визуализируется, значит, при подтверждении со стороны пользователя согласие на подписание раскручивается матрешка ключевая, и, соответственно, уже формируется подпись, ключи защиты удаляются. Это, собственно, к вопросу тоже о том, как это все внутри работает. Ну и слайд здесь, который касается не только, на самом деле, регистрации пользователей, а касается вообще в целом всех процессов, которые сопровождают подписание. Значит, с точки зрения пользователя в идеале, и, на самом деле, и не в идеале, правильно выстроенный клиентский путь с дистанционной подписью, будь она мобильная или облачная, в общем, на практике почти не отличается. Пользователь, не будучи экспертом в области криптографии, вряд ли сможет распознать, что сейчас произошло, формировал он поручение на подписание или он формировал непосредственно подпись, потому что основные этапы все те же самые. Он должен ознакомиться с документом, он должен, значит, выразить явно свое согласие на подписание документа, ну и, соответственно, дальше подпись будет сформирована. Разница здесь в нюансах, в деталях, которые здесь на слайде, собственно, приведены. У меня звездочка там стоит по поводу визуализации документа. На самом деле это один из таких тоже моментов, которые вызывают массу, ставят массу задач перед разработчиками. Вопрос визуализации документов на мобильных устройствах, он тяжелый, значит, соответственно, вопрос поддержки форматов или вопрос формирования каких-то образов документов исходных, которые подписываются, при этом, соответственно, в рамках сертификации средства подписи должно быть зафиксировано, что вот такой формат документа будет отображаться именно таким образом. Должно быть обосновано, что это отображение однозначное, не может для какого-то документа быть разным в зависимости от типа устройства и так далее. Это сложный вопрос, который, на самом деле, всплывает при массовом переходе на применение мобильной подписи широким кругом лиц, в том числе профессиональных участников. Когда человек подписывает не только какие-то небольшие документы, заявления, договоры, но когда начинается работа с электронной отчетностью, с электронным документооборотом, возникают технологические документы, какие-то квитанции, схемы, вот вопрос визуализации этих документов и вопрос работы с ними пользователя, он острый и, в общем, не сказать, что до конца проработанный. Ну, на самом деле, это все. У меня погружение закончилось. Спасибо. Добрый день. Рад всех видеть лично, очно. Несмотря на то, что подпись дистанционная, как-то приятнее видеть всех in person. Значит, сейчас хороший год. Вот у меня так, когда я презентацию готовил, значит, у нас 100 лет криптографической службе, 30 лет компании Infotex, вот, и 10 лет я тут поднял архивы PKI форума, значит, где-то там в районе 2012-2011 годов обсуждалась, значит, великая развилка, какая правильная технология должна лежать в основе дистанционной, мобильной, облачной подписи. Возможно, там много разных вариантов. У нас сейчас полуоблачная подпись появилась, да, в этом году. Значит, любые технологии и любые концепции, они, в принципе, найдут свое применение. Например, там, в такой компании, как наша. То есть мы сейчас, рассматривая разные бизнес-сценарии, возможности по предоставлению, возможности получения подписи, встраивания в приложение, там, клиент с приложением работает, клиент через браузер работает, клиент для нас доступен, очно, недоступен. Мы видим, что, в принципе, можем применять в той или ином сценарии разные варианты реализации, про которые коллеги сказали. И проблемы, собственно, я вот сейчас понимаю, что очень хорошо, что я, значит, про это не буду уже говорить. Вот совершенно согласен и с Антоном с точки зрения, значит, схемы реализации все корректно, и с точки зрения, значит, тех проблем, которые есть, мы их уже обсуждаем какое-то время, и действительно они на практике все всплывают раз за разом. Главная проблема сейчас – это то, что, как мы видим, как я вижу, история с отсутствием прохождения вот этой развилки какого-нибудь, да, там, в идеале, чтобы все технологии были легитимны, все технологии были, была возможность их встраивать, они порождают ряд искажений, которые идут уже на уровне, значит, ну, развития отрасли, наверное, да, развития практики применения, которые порождают уже ряд симптомов, с которыми потом будет борьба. И вот очень бы хотелось сейчас концентрироваться, может быть, в результатах форума, зафиксировать те принципы, которые не позволят дальше вносить эти искажения, да, там, и ограничивать возможности систем, да, использовать не те системы, которые нужны для того, чтобы реально делать подпись. Про это, собственно, хотелось бы поговорить. Значит, первое, с чего идет, наверное, проблематика, да, вот, как бы я немножко, извините, может, больше, чем коллеги проговорю, погружу, потому что такой бизнесовый контекст, он, как мне кажется, очень важен, да, потому что это определяет, собственно, к чему технология будет встраиваться, пристраиваться и так далее. Значит, по мировому опыту, если говорить вот в совсем высоких уровнях терминах жизненных ситуаций, мировая практика говорит о том, что наиболее эффективным методом реализации сервисов, особенно высокочастотных сервисов, да, то есть вот если мы посмотрим на рисковые ситуации и на общие ситуации, которые есть, то вот анализ мировой практики показывает, что коммерсантам отдают, как правило, даже сервисы не исходя из того, какие уровни риска. Понятно, что эти варианты оставляют под серьезным регулированием, это, как правило, даже приводит к тому, что отказываются от электронной подписи, делают это ручной бумажной историей. Но вот то, что касается высоковариативной проблемы, то, что касается высоко нагруженной, высокочастотной истории, ну, например, да, как со стороны государства, со стороны бизнеса видится покупка автомобиля, да, то есть если подходить в лоб, два регулируемых, да, две операции, на самом деле превращается в целую цепочку операций, на каждом из которых, если на это смотрит бизнес, они видят следующие проблемы. Это как в эту точку клиент попадет, как он поймет, куда идти дальше, как он не потеряется на переходе, да, то есть это вопрос бесшовной интеграции системы идентификации, это вопрос подтверждения тех действий и подтверждения их с тем уровнем доверия, чтобы на низкодоверенных сайтах, например, там рекламного содержания не возникало проблемы применения подписей или аутентификации с высоким уровнем доверия, если говорить про биометрию, например. То есть всему свое время, всему свое место, при этом путь клиента, да, в рамках жизненной ситуации, он должен быть, вот клиент проведен за руку и не потеряться. Значит, причем, как мы видим, вот Санстал говорил про клиентский путь, Антон, да, значит, нам бизнес и технологии, которые обсчитывают приложения, да, мы думаем, многие из вас пользуются нашими приложениями, там на самом деле гигантская титаническая работа проводится по анализу и улучшению клиентского пути. Если мы говорим про любое изменение функциональности, то там счет на задачи безопасности идет, если мы говорим про анализ, это доли секунды и секунды, да, больше нам не выделяют, что называется. Если мы говорим про пользовательские действия, про экраны, да, то это борьба там с сокращением там трех экранов до двух экранов, да, но ни в коем случае не увеличение их там до двадцати экранов или даже вот то, что, значит, Санстал обозначил в докладе три экрана, да, это тоже, в принципе, ставится под вопросом, потому что это увеличение, вместо сокращения, увеличение клиентского пути на триста процентов. То есть, ну, вы понимаете, да, что, как бы, это серьезное опасение в потере клиентов. И, к сожалению, действительно, практика показывает, да, то есть мы же не можем людям приказать, значит, будь хорошим клиентом, пройди клиентский путь до конца, что каждый экран – это десятки процентов потери конверсии, то есть человек, который доходит до конца. Значит, что у нас потенциал, да, где у нас потенциал, и где мы видим возможности развития электронной подписи в удаленных каналах обслуживания, которая, к сожалению, сейчас сдерживается вот этой, значит, легкой неопределенности, отсутствия требований к техническим средствам удостоверяющих центров, ну и так далее. Вы все эти вопросы прекрасно знаете. Значит, два сегмента, если бизнесово, опять же, говорить, это клиенты-юридические лица, в которых высокий процент проникновения, собственно, дистанционного обслуживания практически 100%, практически все клиенты обслуживаются, да, и я думаю, что это так и дальше будет. И клиенты-физические лица, которых, ну, у нас так вот по примерной цифре, я понимаю, что эта цифра там каждый день меняется, ну, порядка 100 миллионов, из которых 70 миллионов – это пользователи, из которых там большая часть активные пользователи, Сбербанк онлайн, и из них, соответственно, 35 и 25 миллионов – это Сберайди и пользователи SmartBio. То есть можно так вот путем частичного сложения, значит, параметров сказать, что там, ну, порядка 50 миллионов человек – это потенциально, наверное, достижимый объем рынка, да, если говорить коммерческим языком, который был бы заинтересован в продвинутых сервисах для реализации своих интересов, да, в части электронной подписи. И, наверное, 100% клиентов юрлиц, да, мы сейчас, судя по тому, как используются токены, да, там, это большой процент, мы здесь не указывали, говорим про облачные дистанционные методы, да, значит, в принципе, да, там, даже сервис, который мы внедрили, активно развиваем, это большой процент сразу охвата, интерес с точки зрения дистанционного службы, несмотря на то, что это УНЭП пока, да, то есть не до конца то, что нужно, да, чтобы закрыть вообще все вопросы. При этом общая, на самом деле, потребность у этих двух сегментов – это потребность в мобильности. И вот как ровно год назад был кейс с историей подписания, значит, входа и подписания на Северном полюсе, когда девушка, значит, ей потребовалось срочно подписывать в СББЛ документ, она это сделала через мобильную подпись, там, пройдя все эти, у нее было подготовлено, прошла все необходимые этапы, получила. То есть это, в общем, общее место такое и в клиентах-физиках, и в клиентах-юриках. Значит, при этом мы видим и активно участвуем в развитии ситуации, это если говорить про те инициативы, которые мы считаем абсолютно правильными с точки зрения развития, но вопрос, как они, во-первых, планируются, во-вторых, исполняются. Это концепция единого цифрового кодинфикации, это концепция стратегии экономического развития Российской Федерации 2030. Значит, это очень правильные все инициативы и начинания. Вопрос в деталях, как обычно. И как мы видим в деталях, у нас начинается смешение истории с УКЭПом, УНЭПом, простой электронной подписью, использование ее на платформах и вообще создание платформ. Причем часто создание этих платформ идет без учета тех реалий, которые, как мы видим, возможно, наступят в ближайшем будущем. Мы много говорим и активно поднимаем вопросы, связанные с DDoS-атаками, например. Но вот с моей точки зрения, очень легкая аналогия, очень, мне кажется, адекватная аналогия истории с ботнетами и DDoS-атаками в информационных системах и такой проблематикой, как синтетическая цифровая личность в системах доверия и в PKI. То есть это история, причем она, на самом деле, гораздо интереснее, если ее смотреть. Есть уже мировой опыт по инцидентам. Ну так, навскидку, если то в Соединенных Штатах было мошенничество с получением дотации от государства, причем там многомиллионный ущерб был. И самый главный здесь момент, на самом деле, то, что сейчас эта проблема как бы видится как не проблема, потому что, на самом деле, текущий уровень развития систем и тех сервисов, которые находятся под риском, они, на самом деле, не очень существенны. Коллеги говорят, что мы сейчас загоним из миллиона, превратим по концепции СР-2030 70 миллионов в электронную подпись, выдадим бесплатно. Вопрос, кто смотрит качество учетных записей, заброшенных учетных записей. То есть это вот та самая будущая армия такого ботнета в средах доверия, которая будет принимать участие в голосованиях, выступать как поручители и ставить под риски кредиты, выдаваемые в финансовых организациях, заводить левые учетки для получения контрактов мобильных операторов и так далее. То есть вот эта вся история, она сейчас как бы накалена, недостаточно. Она накалится, а бензин там уже, в общем-то, разлит. Есть и будет, что красить и что брать, если мы говорим про перевод всех массовых коммерческих и государственных сервисов на дистанционное обслуживание. Ну вот если подвести итог к рискам, я думаю, что это потом, даже сейчас там тяжело, наверное, сложный очень вопрос проанализировать полностью, но я смог выделить следующие категории рисков при развитии, например, подхода стратегии единственной платформы. Неважно, в какой области, на самом деле, электронная подпись такая, точечная, одна вещь. Но это и бизнесовые риски, о которых мы говорили на прошлой дискуссии, потому что я как бизнес хочу иметь гарантии от поставщика сервиса с точки зрения качества работы его сервиса, с точки зрения возможности переключения на других поставщиков. То есть вот все эти проблемы, они будут обостряться. И главное, что сейчас не видится, как вот этот тренд, он позволит дальше развиваться рынку криптографической защиты электронной подписи. Потому что это стагнация, мы сейчас видим очень похожие риски на рынке биометрическом, когда закручивание гаек по биометрии, по сути, привело к тому, что должны были быть запрещены биометрические системы со следующего года, но оставили для них нишу. Но при этом эти же системы активно выходят на международные рынки, активно применяются, в том числе и в госсистемах за рубежом, но и, по сути, скоро перестанут рассматривать российский рынок как интересный, несмотря на то, что компании российские. То есть просто для них, как рационального экономического игрока, для них будет понятно, что выходить надо наружу, а внутри уже даже неинтересно будет подтверждать соответствие, потому что не будет рынка и не будет систем, кроме одной единственной платформы. Ну и вот что, собственно, в заключении хотелось бы такой вводной речи предложить и, может быть, рассмотреть в материалы форума к включению. Мы видим, что та стратегия, которая сейчас заложена в государстве, она в целом содержит очень правильные моменты, но есть ряд острых проблемных мест, которые обсуждались и в Минцифре, и на совещании в правительстве, по тому, что большие риски есть на этапе выполнения положений стратегии с точки зрения ограничения конкуренции, в первую очередь, создание необоснованное, нагонение масс народу на инструменты, которые будут получены, но не будут использованы, будут заброшены. А мы знаем, что любая заброшенная информационная система – это риск для всех остальных участников. Отсутствие, в первую очередь, драйверов с точки зрения бизнесового развития. То есть люди будут получать, в том числе, электронную подпись, если будет, зачем ее получать. Ее будет удобно использовать, если это будут коммерческие системы, которые могут и уделяют вот такое внимание, как мы, кто-то, может, большее внимание уделяет, допускаю, тому, чтобы сервис был бесшовным, клиенты не терялись, жалобы анализировались, инциденты расследовались. Если этого не происходит, то это недоверие к системе, это компрометация системы, и в целом отказ от использования системы и с едиными системами, в том числе и по электронной подписи, в мире такие случаи были, когда системы раскатывались, потом закрывались. Ну и в России были истории с сворачиванием сервисов дистанционно. Поэтому очень бы не хотелось идти уверенно по этому тупиковому, наверное, пути. Ну и по потребностям регулирования, опять же, наверное, ничего принципиально нового не скажу. Скажу только, что очень много параллелей, коллеги. Мы с вами пережили историю с 476 ФЗ, его формированием, все активно участвовали в разработке. В 479 это поправки по биометрии в 149, и сейчас мы видим, что такая же история идет с системой идентификации. То есть сейчас следующий этап – это закручивание гаек в этом направлении. Хочется верить, что те технологические принципы, которые коллеги осветили, мы все с вами вместе сможем донести и отстоять с точки зрения учета наших интересов, как мы смогли, например, сделать в ИЦКИ, внеся в концепцию ИЦКИ, в том числе и коммерческие системы подписания вместе с единой цифровой платформой подписания. Хочется сказать, что окей, хорошо, пусть единая платформа будет, она нужна для ряда сценариев и полезна, но она не должна быть единственной. И на этом я предлагаю четко ставить акценты в нашей дальнейшей с вами борьбе. Спасибо. Спасибо. Это очень важный вопрос, простите, пожалуйста. Вот последняя фраза «распределенно развитие сервисов» позволит расширить базу пользователей. О каком риске контролируемого, что вы контролируете, какие риски, о чем речь? Потому что здесь написано очень непонятно, это очень важный вопрос. Ну это высокоуровневая концептуальная история. Речь идет о следующем, очень простой пример. Если мы говорим о том, что паспорт – это доверенный документ, то это не повод при каждой итерации вас с любым бизнес-заимодействием требовать, чтобы вы предъявляли паспорт. При заходе в автобус предъявлять паспорт, при заходе в метро проверять паспорт, при заказе пиццы предъявлять паспорт и так далее. Это вызывает очень большое, первое, замыливание человека с точки зрения использования фактора. То есть он привыкает, что все его просят, он всем его показывает, везде там все подписывает, если про электронную подпись говорить. И второе, операторы сервисов, вот то, что написано про управляемые риски, они должны быть и регулирование должно быть так построено, чтобы они были, с одной стороны, обязаны, с другой стороны, сами должны были это делать для того, чтобы не потерять свой бизнес и не потерять своих клиентов, обслуживать этот риск, создавая необходимые инструменты контроля. Это в первую очередь, конечно, построение надежной системы, если мы говорим про электронную подпись, но также и дополнительные элементы контроля, которые очень сложно реализовать, решая общую задачу сверху вниз. Ну, это в первую очередь антифрод-система. То есть это то, что называется гарантирование доходов и исключение из социума элементов, которые неправильно используют систему и реализуют нелегитимные сценарии. Поэтому управляемым может быть риск, если он не навешивается сверху вниз, а ответственность распределяется между участниками системы. То есть мы, как организация, несем ответственность перед государством и своими клиентами в зоне своей ответственности. Если бы за нас нес бы ответственность за все наши ежедневные операции и каждую транзакцию Центробанк, я не знаю, готовы мы вообще хотя бы карандашом нарисовать такую систему. Спасибо, понятно. Но это общий мировой подход. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я буду краток и хочу поблагодарить и Станислава за поставленные вопросы, и Антона за погружение, да, то есть сэкономили кучу времени на самом деле. Станислав поставил очень правильные вопросы, и мне кажется, что у нас есть ответ на часть из них, да, например, там, то, что касается датчиков случайных чисел на мобильных платформах. Ну, как бы вот, есть на аппаратной платформе датчик случайных чисел, который не требует, опять же, там, водить пальчиком, там, или тремора этого утреннего, там, для того, чтобы сгенерировать случайную последовательность. То есть есть уже, как бы, генератор, который можно использовать. Это раз. Во-вторых, вопрос учета, да, физические объекты учитывать проще, чем некие мобильные сущности, да, и при этом, на самом деле, вопрос-то еще касается того, что все-таки это распространение СКЗИ через AppStore, но с моей точки зрения вопрос достаточно скользкий, и как у них там с получением лицензии на распространение СКЗИ, шутка. То, что касается, опять же, физической сущности, да, в любом случае всегда компромисс. Всегда компромисс, и это как вот одеяло, да, там, голову укрыл, ноги вылезли, ноги укрыл, голова мерзнет. То есть несомненные плюсы есть и у приложений, которые реализуют на мобильных устройствах электронную подпись, да, там вопросы с доверием к платформе, да, там вопросы с подменой документов и так далее. Плюс к тому, если эта вся штука реализуется программно, да, если проэксплуатировать какие-то уязвимости, то можно вполне себе реализовать мошенническую схему, при которой подпись будет осуществляться вредоносном ПО, например, без участия человека вообще, то есть лежит телефон, и на нем в это время что-то подписывается. Вот, соответственно, физический объект дает возможность, ну, все-таки каким-то образом обозначить присутствие пользователя в процессе волеизъявления и подписания, да, что он что-то берет в руки и что-то прикладывает, то есть какие-то физические действия совершает, при этом еще там пин-код вводит. Вот, но опять же физическая сущность несет другие вопросы, да, как доставлять пользователю, да, если приложение можно через App Store, то здесь целая цепочка поставки, опять же, нужно все это как-то делать, да, и вопрос стоимости, конечно, тоже очень важен, да, потому что, там, грубо говоря, в софте можно по цене для конечного пользователя легко упасть до нуля, а здесь все-таки существует определенная физическая сущность, которая стоит денег, так или иначе, да, за это кто-то должен заплатить, либо оператор, либо пользователь. Соответственно, то, что мы сейчас вот показываем, это в разных форм-факторах эти самые физические устройства, которые умеют и вычислять подпись, да, и делать другие криптографические операции, это и карточки, и USB-устройства, да, которые по сравнению с карточками не требуют отдельных считывателей смарт-карточных, да, то есть можно традиционно в USB-порт их втыкать, продолжать. Вот. При этом важный момент – это сквозной такой пользовательский опыт в том смысле, что человек использует один и тот же ключ-подпись, один и тот же сертификат в различных системах, на разных платформах, и на мобильных, и на десктопных, и так далее. Почему это важно, да, вот, например, есть порядок ФНСовского удостоверяющего центра, в котором написано, что руководитель может получить только один фактически сертификат квалифицированный, да, если он приходит за следующим, этот отзывается. Соответственно, ну, вот эта переносимость и получается, да, потому что, как бы, на мобильном устройстве должен быть один сертификат, а на других устройствах другой сертификат. Вот, вот, мы, как бы, уже не влезаем. Да, с такими решениями мы помещаемся, худо-бедно. Ну, как бы, не везде есть NFC, не везде есть USB, но для этого есть Bluetooth, который скоро мы тоже сделаем. Вот, ну, и я надеюсь, что покроем большинство сценариев для тех, кому действительно нужна квалифицированная электронная подпись на мобильных устройствах. И, возвращаясь к теме выступления, как можно усилить, да, имеющиеся и описанные схемы. Ну, это, во-первых, хранение ключей на внешнем устройстве, то есть, потеряв телефон, мы не теряем ключи вместе с ним, потеряв ключи, мы не теряем телефон и не обеспечивается для злоумышленника простого доступа к этим ключам, да, потому что они защищены пин-кодом. При этом, то, что это происходит через радиоканал, ну, да, но радиоканал можно, во-первых, защищать, да, во-вторых, это все-таки там не Wi-Fi, не Bluetooth, а NFC, не Airfield Communication. То есть, надо очень плотно в метро к этому человеку прижаться, да, для того, чтобы реализовать угрозу. Ну, а там как-то еще руками придется шевелить. То есть, сложно, сложно. Вот, во-вторых, в схемах, где используется клиент-серверная некая история, да, там важна защита канала между мобильным устройством и сервисом, там важна аутентификация пользователя. Опять же, все это позволяет делаться, да, там и сгенерировать сеансовые ключи, и построить ТЛС-соединение, и провести усиленную или строгую аутентификацию пользователя. Ну, и фишенкой, да, зачем считать подпись на телефоне, да, когда ее можно считать уже, ну, на доверенном, да, криптографическом устройстве, которое обладает всеми функциями. Спасибо. Спасибо большое. У меня первый вопрос, Владимир. Когда мы говорим про формирование подписи, у нас все равно отображение идет на телефоне. Верно. Здесь сложно что-то придумать. Какое отношение у тебя, у компании Актив, в целом к тому, как стоит вырабатывать требования к формированию подписи на мобильных устройствах, учитывая, что часть операций, ну, вот, слабое звено, грубо говоря, это все равно телефон. Да, совершенно верно, Станислав, слабое звено, это недоверенная платформа, это, возможно, и там какие-то злоумышленники, да, которые там копаются. Ну, наверное, вы знаете, мы, одно время у нас был такой эксперимент, да, по разработке некого доверенного средства отображения подписываемой информации, но, к сожалению, там в массы оно не взлетело. Надо что-то придумывать. Спасибо большое за ответ. Ну, вот у меня однозначного ответа нет, но, возможно, там придумываются какие-то там технологии, там, не знаю, псевдопесочниц, да, каких-то закрытых областей, да, в которых можно будет каким-то образом более-менее доверенным работать. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, гости форума, добрый день, докладчики. Я бы хотел вам рассказать, наверное, много интересных вещей, но в сжатые такие сроки это не все, наверное, возможно. И, учитывая, что уже много сказано на эту тему, много правильных вещей, то, наверное, стоит акцентировать свое внимание в первую очередь на том, что же ждет бизнес и какие проблемы бизнес планирует решать с использованием дистанционного подписания, облачных вот этих всех технологий. Мы этим давно занимаемся, анализируем. И пришли к выводу, что, наверное, любые решения на сегодняшний день, они имеют место быть, они должны применяться. И, учитывая то, что сейчас какие решения развиваются, каждый для себя, каждый клиент, каждый заказчик для себя выбирает тот или иной способ использования облачных технологий для подписания. Но мы при реализации наших проектов сталкиваемся с тем, что у заказчиков сейчас стоит такая проблема, что им нужно обеспечить гибридные истории, которые работают на стыке между собой. Это, например, когда клиент, работая на своем стационарном рабочем месте, использует сертификат электронной подписи. И когда он находится в движении за пределами офиса, идет запрос, что нужно использовать тот же сертификат. По разным причинам мы их не анализировали, но запросы такие есть, и мы сейчас стараемся такие проекты реализовывать и реализовываем достаточно успешно. Плюс много различных нюансов, которые есть у бизнес-заказчиков. И я постарался всякие различные аспекты изложить в различных решениях. Но здесь в квадратике кому и где расставить плюсики и минусики, это, наверное, каждый должен решить для себя. Но есть одно общее мнение, что все-таки на мобильное устройство вытягивать хранение ключей, это накладывает на себя определенные ограничения по дальнейшему использованию и риски потери телефона, кражи его. То есть теряются ключи, и там начинаются другие очень серьезные проблемы. Все-таки, наверное, перспективнее, на наш взгляд, это хранение все в защищенной, доверенной среде удостарящих центров, проводить все операции с ключами электронной подписи таким образом, чтобы эти ключи не покидали защищенный периметр. Поскольку все-таки удостарящие центры очень ответственно относятся к таким моментам, к таким вопросам. Все средства защиты информации, которые применяются для защиты самих серверов УЦ, они в том числе растянуты на ту инфраструктуру, которая осуществляет применение этих ключей, подписания, хранения. Поэтому здесь сейчас говорить о том, что раньше, в докладах ранее говорили, что нельзя обеспечить, например, один уровень защиты на клиенте и другой, совершенно более высокий уровень защиты на стороне встречи центра. Я бы здесь, наверное, подискутировал, потому что доступ к ключам, он как такового все равно нет. Все решения по мобильной подпистии, они так или иначе, оперируют поручениями в сторону сервера на идентификацию по сертификату, на использование ключей. Это всего лишь поручения, и мы не вытягиваем критическую информацию на тот же телефон, который не считается доверенной средой. Это, в общем-то, аксиома. И нам нужно будет просто пройти большой длинный путь, чтобы реализовать доверенную операционную среду в телефоне, доверенный телефон со стороны аппаратной части. Поэтому нужно смотреть на то, чтобы в проектах по внедрению все-таки и по разработке требований, наверное, все-таки, сейчас сформулирую правильно, чтобы это все происходило на серверной стороне, потому что сервера защищать проще, проще обеспечивать их доступность и сохранность данных. Собственно говоря, это по технологиям. Также мы столкнулись с такой штукой, что когда приходишь к клиенту и делаешь какие-то внедрения, очень сложно объяснить, для чего нужно хранить в облаке. А говорят, давайте мы раздадим ключики всем. Ну, это просто дешевле и понятнее клиенту. Но когда начинаешь показывать, как это работает, что большинство компаний сейчас территориально распределенные, потом в условиях пандемии, опять же, очень много вопросов связанных с дистанционной работой. И когда клиент видит, что облачные технологии все эти задачи и более решают, то тут уже, безусловно, чашу весов перевешивает в эту сторону. Хотя я считаю, что для каких-то суперкритичных операций, наверное, все-таки нужно иметь здравый смысл и использовать более защищенные, наверное, с точки зрения организации хранения ключей решения. Ну, наверное, для генеральных директоров это, наверное, оправданно, потому что все-таки риски там совсем другие. И единственное, что, наверное, как бы настораживает, это то, что в большинстве случаев идут попытки переложить идеологию хранения ключей на стандартных, обычных, всем понятных ключевых носителей, это имплантировать в облако. Ну, к сожалению, наверное, это не совсем правильный подход, и мне кажется, он не будет дальше развиваться вот именно с этой точки зрения. Здесь нужно, наверное, менять полностью идеологию и подходы к формированию требований, к облачным, например, подписаниям. Ну, и с какими проблемами мы готовы бороться и боремся, это то, что бизнес не всегда понимает, ну, как бы, это, да, модно, удобно, электронный документоборот, но бизнес не всегда готов меняться, чтобы уйти с бумажных технологий, уйти в цифру. И зачастую при внедрениях и проектах приходится существенно работать с заказчиками в этом направлении. Ну, и опять же, я бы стоял во главу угла не научные изыскания в сторону повышения классов защиты, поскольку, ну, реальных примеров даже того же КС-1 взлома, наверное, никто представить не может. Имеется в виду при реализации облачных и дистанционных вот этих решений. И, соответственно, здесь нужно всегда соблюдать баланс, потому что если будет технология супер защищенная, это, вероятнее всего, будет не очень простой и для конечного пользователя вариант использования. А клиентский опыт, он здесь, наверное, должен стоять в главе угла. И большой проблемой является, когда мы приходим на предприятие и предлагаем сервис дистанционного подписания, это первичная эмиссия сертификатов электронной подписи. Ну, мы, ну, какое мы решение для себя определили, это сим-карта с аутентификационным маблетом, которая работает в телефоне. И здесь самая большая проблема. Мы посмотрели статистику, у нас в сети более 50% это кнопочные телефоны, и на них не всегда возможно реализовать то, о чем здесь коллеги рассказывали, это там работа в приложениях, визуализации и прочие задачи, которые вроде как важны, но не всегда возможны в полях. Поэтому здесь нужно смотреть и с этой стороны тоже, что не все ходят со смартфонами, и не все готовы, не все компании, бизнес не всегда готов покупать своим сотрудникам смартфоны только для того, чтобы они там в день подписали, грубо говоря, там 10 накладных. Поэтому здесь очень серьезные проблемы есть, и их тоже нужно рассматривать. Ну и то, что нам не хватает, наверное, для того, чтобы все-таки вопросы облачного применения, мобильной подписи взлетели и взлетели хорошо. Это отсутствие сейчас в текущем моменте сформулированных требований, о чем тут раньше говорили коллеги, в том числе и от регулятора, и большой фактор неопределенности в уже реализованных проектах. То есть вопрос носи в лоб, то кто будет оплачивать все изменения, которые уже, ну, грубо говоря, контракты закрыты, технологии внутренние, и это уже работает. Это большой вопрос. Все, спасибо. Можете первый слайд включить? Я, на самом деле, в вашем докладе очень со многими бы поспорил, но давайте оставим дискуссию чуть на потом, но особенно, конечно, по поводу того, что… Так это больше провокация. Да, по поводу того, что ключ, который используют для формирования поручения, какой-то, значит, менее важный, чем ключ электронной подписи, его можно не так защищать. Но не точно здесь в следующем. Вот смотрите, у вас написано для решений, которые размещают ключи на мобильном телефоне, лицензированные места продажи требуются, а для решений, которые распространяют сим-карты, которые содержат СКЗИ, или решений, которые, значит, используют облачную технологию, указано, что нет лицензирования места продаж. Мне кажется, что вы здесь ошибаетесь, как раз ситуация совершенно обратная, потому что в первом случае, когда вы распространяете сим-карту, вы распространяете СКЗИ в точке, вы оказываете услугу в области шифрования. Во втором случае вы должны как-то до пользователя донести ключ управления и сформировать его в момент идентификации пользователя, ну или в другой момент, заранее до идентификации пользователя. Но, соответственно, вот этот момент формирования ключа, он производится оператором на специальном СКЗИ, соответственно, требует лицензирования этой точки, в которой оказывается услуга. А если у вас ключи формируются в мобильном телефоне, то как раз у вас пользователь самостоятельно выполняет эту операцию, вы криптографических операций тем сотрудникам, которые контактируют с пользователем и только устанавливают ее личность, не осуществляете. Спасибо. Ну, я бы здесь, наверное, немного возражу в плане того, что в части решений производится только идентификация гражданина, и он уже просто получает доступ в свою рабочую область, в личный кабинет, где он формирует запрос по внесенным операторам данным, формирует запрос на выпуск электронной подписи. И это не СКЗИ. Что не СКЗИ? Решения, например, те же на оплите в сим-карте и все остальное. Там нет СКЗИ? В том-то и дело. А если мы говорим, что мы кладем ключевую пару на сим-карту, то, извините, это уже СКЗИ. А само распространение сим-карты, оно по законодательству не регулируется именно этими вопросами. Если сим-карта сертифицирована, то это СКЗИ. Если вы ее распространяете, вы распространяете СКЗИ. Нет. Давайте почитаем закон о связи, там это выведено из подрегулирования. Это не закон о связи. А, ну, отдельно выведено из подрегулирования сим-карты. Окей. Для второго случая. Ну, просто у вас, я говорю, странный перекос именно с лицензированием мест продажи. Мне кажется, у вас здесь некорректно. Спасибо. Мы на PKI-форуме, а PKI изначально штука – это про распределенные, да, вот, структура открытых ключей. Там все время интернет изначально был той штукой, которая была про то, чтобы много было точек, и не было одной главной точки, и не было одной точки отказа. А, к сожалению, вот идеологически все, что мы сейчас будем обсуждать, и особенно вот предыдущая секция, она про то, чтобы сделать максимально все централизованное, и единая точка отказа. Я считаю, что это такая, с точки зрения безопасности, очень опасная штука. Поэтому, коль у нас PKI-форум, мы под этой, как бы, красивым знаменем здесь собираемся, все-таки давайте думать про то, чтобы мы строили такие системы, которые позволяли даже при серьезных проблемах все равно оставить систему рабоспособной. И поэтому вот много разных технологий, много разных возможностей делать одно и то же в виде электронной подписи сделают все-таки мир лучше. А что-то такое идеальное, но которое будет когда-то через много лет, к сожалению, породит много печали. Поэтому сидим, вот я, ты, Антон и Алексей, которые все это слушают и говорят. Дмитрий, прокомментируешь что-то предварительно, да? Да, добрый день, коллеги. Ну вот если вернуться, собственно, к затраточному докладу Станиславы, вот к этим вопросам, которые вы сейчас перед собой видите, ну, как-то детально комментировать каждый из них, наверное, не стоит, иначе мы тут до вечера будем сидеть. Да, практически какое-то решение указанных проблем, он действительно имеется. Он имеется у нас в компании Infotex. И, собственно, на базе наших продуктов, вот наши коллеги из компании Infotex интернет-трасс строят свои уже решения, о которых уже и вчера, и сегодня было много сказано. Значит, есть проблемы, они остаются, они связаны с тем, что среда функционирования наших криптосредств мобильных, она постоянно меняется, меняются версии операционных систем, Google с Apple не спят, они точно так же там борются за безопасность, за много чего они там борются. Это приводит к тому, что меняются там и принципы функционирования тех механизмов операционных систем, которые мы используем, приходится каждый раз под это подстраиваться. Есть ли опыт решения проблем? Здесь вот тоже прозвучал вопрос от Владимира Иванова, связанный с размещением из КЗИ в публичных магазинах, в App Store, в Google Play. Есть, более того, он не очень тривиальный, как это может показаться исходно, более того, он согласован с регулятором. Там есть определенная многошаговая процедура, но для пользователя это все скрыто внутри, и он просто скачает эти приложения, как и любое другое, ставит на свой телефон, и все это работает, и тот самый уровень КС-1 обеспечивает. О чем хотелось бы отдельно сказать. Мы и вчера, и сегодня много раз говорили о безопасности с большой буквы, используемых всех этих решений, мобильных приложений, систем, апеллировали к требованиям ФСБ, и почему-то очень скромно умалчивали о существовании другой инстанции, о существовании в стек, у которой есть гораздо более развитая нормативная база, требования. Большая часть из них доступна для прочтения и изучения, в отличие от нормативки ФСБ. Там очень много за последние годы сделано. Более того, хочется с большим удовольствием сказать, что коллеги из ФСБ начинают теперь на нормативку в стеках тоже кивать, чего ранее не было. Есть там и требования по разработке безопасного ПО, к вопросу выявления уязвимости, их купирования на этапе разработки, на этапе эксплуатации. Есть там много требований к самому разработчику. Очень сейчас сильно поменялся процесс сертификации средств некриптографической защиты информации. Но надо просто понимать, что нельзя одной криптографией заткнуть себе в проблемы. Поэтому надо отдавать себе отчет, что выстраивая систему PKI, мы все равно строим систему общего назначения, которая в полной степени подвержена всем тем самым угрозам, самым уязвимостям, от которых защищают некриптографические механизмы. И требования в стеках здесь ни в коем случае нельзя забывать. Им необходимо следовать намного есть чего полезного, отвечающего на те вопросы, которые мы тут обсуждаем. Вопрос, связанный с доверенными российскими операционными системами и аппаратными средствами. Слава богу, они начинают появляться. Сегодня здесь упоминалась уже мобильная операционная система Аврора, которая активно развивается. Развивается экосистема этой мобильной операционной системы. У нас и у наших коллег с CryptoPro есть уже готовые продукты, сертифицированные даже для работы с электронной подписью на этой операционной системе. Хуже с аппаратными средствами. Много о них в последнее время говорится. Мы все читаем новости, какие-то процессоры выпускаются. Здесь тоже не надо испытывать иллюзий. От появления процессора до появления конечного устройства обычно проходит года два. В лучшем случае, а то и больше. То, которое не стыдно взять в руки, можно положить в карман и остаться с карманом, а не с дыркой в кармане. Это оптимистичная оценка. Но такие средства появляются. Дай бог нашим разработчикам аппаратных платформ, и чипов, и дальше следовать выбранному курсу, и с тем, чтобы мы уже через те самые пару лет все-таки увидели реальные устройства. Да, когда они появятся, помимо Авроры, компания УМП, лаборатория Касперского активно бежит в этом направлении. Все вы, наверное, тоже следите за этим процессом. Другая идеология, другой подход, более сырая пока еще история. Но тоже будем надеяться, что она будет доведена до ума. И мы действительно получим, может быть, не универсальную альтернативу, наверное, никогда не получим универсальную альтернативу и у свою андроиду, но для каких-то отдельных применений, для тех самых генеральных директоров или финансовых директоров, которые подписывают серьезные документы и рискуют целым бизнесом, будет, наверное, очень разумно использовать не гаджеты общего назначения, а именно такие устройства. С точки зрения повышения классов защиты и безопасности, я здесь поддержу тоже коллег, которые несколько удивились оценке Александра Павловича, что если у тебя там КС-1, то это дыра, через которую систему мы сразу все сломаем. На практике это, естественно, не так. Существует большое количество реальных информационных систем, аттестованных по гибридной модели нарушителей. Поэтому здесь все так обобщайте, говорите ли тотально всем КБ, чего не будет никогда. Тем, кто сталкивался с этим классом, понимают, насколько это все сильно ограничивает возможности информационных систем. Надо следовать разумному подходу. Ну и, конечно, история с ключевыми носителями, куда без них. Опять-таки, наверное, рассматривать их как универсальный ответ на все вопросы не следует. И с сим-картами есть проблемы. Значит, тут говорилось об оплетах. Есть история с отечественными сим-картами, с ними еще все хуже. Пока что это все на уровне каких-то там, даже не то чтобы опытных образцов, скорее макетов. Ну так вот, если говорить совсем уж по-честному, они есть, но вряд ли они, значит, ближайшее будущее станут массовыми. История с УЛГ, она выглядит более перспективной. Ну, будем надеяться, что если не в этом, хотя в следующем году, да, уже пилотные какие-то истории мы реально увидим. Ну, а, значит, те из нас, кто там в ближайшие 2-3 года пойдут паспорта менять, получат уже электронные паспорта и смогут их там прикладывать к телефонам и с высоким уровнем безопасности проводить какие-то операции. Да, совершенно верно, Станислав дополняет с правильными там протоколами безопасности и вот с тем самым КБ-2 внутри. Но при этом никуда не исчезнет история просто с мобильными приложениями. Она будет, она будет наиболее массовой. И здесь действительно хочется всячески обратить ваше внимание на те слова, которые произносил с этой сцены Алексей Качалин. Никуда нам не уйти от истории с оценкой рисков. Никуда нам не уйти от того, чтобы научиться все-таки обсчитывать эти риски и выражать их в конечных суммах. Александр Павлович нам тут всем задает вопросы. Вот с какой суммой вы готовы расстаться? Для КС-1, значит, или для КБ с миллионом, или с 10 тысячами? Но, к сожалению, не все так тривиально в этой истории. Никогда не будет однозначного ответа. А будут какие-то развесистые таблицы, которые под ту или иную историю, под ту или иную услугу будут вот эти все оценки давать. Ну вот банки такие истории для себя уже считают. Нам надо учиться, наверное, у банков эти истории перенимать и спокойно их в массовую, в том числе и государственную практику внедрять. На этом, коллеги, все. Спасибо большое, Дмитрий. Хотел перед тем, как передать слово регулятору, Центробанку, просить прокомментировать по части паспорта с альтоносителем ИОЛГ Андрея Андреевича Пьянченко, если микрофон где-то удается найти, в свете тех опросов, которые мы начали обсуждать, потому что я думаю, что подходы, которые в ИОЛГ реализовываются, здесь крайне важны. Да, коллеги, добрый день. Спасибо, что дали слово. Ну, я вчера, собственно, докладывал о том, что паспорт, да, он планируется, но я хотел бы затронуть в общем тему мобильной электронной подписи. Мы все понимаем, что это неизбежно, потому что подпись электронную нужно делать массово, в условиях большого развития такого скачкообразного государственных сервисов, и не только государственных, в том числе и коммерческих. Там 10 лет назад мы про мобильную подпись не говорили даже. Мы думали, что вот у нас есть там свои компьютеры, на них есть там средства какие-то. Уже сейчас мы про это говорим. Но, к сожалению, до сих пор массовости нет. Делается много всего. Есть замечательные решения. Есть и там CryptoPro DSS, и ID Point, и Госключ, и решения, которые представили наши коллеги из актива. Вот. Куда это все развивается? Сначала у нас был ПЭП. Ну, простая электронная подпись. Дальше в планах потихоньку перейти с ПЭПа на неквалифицированную. Именно отсюда зародилась идея с Госключом. После этого мы переходим плавно на КЭП. И, как коллеги правильно говорили, мобильное устройство, оно совершенно недоверенное. И поэтому КС-1 максимум, чего мы можем достичь. Ну, на этом этапе. Но в перспективе с появлением новых возможностей, с доработкой уже существующих решений, мы можем выйти на более высокие классы, более высокую защиту и более высокий кредит доверия, скажем так, к электронной подписи, которую мы с вами не должны растерять за это время. И тогда, на самом деле, неважно, какой там будет инструмент, будет ли это паспорт с электронным носителем, будет ли это криптостим, либо какое-то из уже существующих решений, мы должны, собственно, стремиться к тому, чтобы электронная подпись, возможность электронной подписи была у каждого гражданина. Что касается паспорта, да, я вчера рассказывал, что у нас есть, собственно, технологии и механизмы, как обеспечить доверенное подписание по высокому классу. Но пока проект не стартовал, это пока только планы. Собственно, когда все это дело реализуется, тогда люди оценят, удобно это, неудобно. И вот, собственно, все, что я хотел сказать. Да, криптостим тоже одно из хороших направлений. Оно сейчас прорабатывается очень усиленно со стороны министерства. И я думаю, что в конечном счете это выльется какое-то красивое решение. Вот. Если говорить там про мобильные телефоны, и правильный вопрос был у Станислава, что касается доверенного отображения документа, потому что гражданин должен понимать, что он подписывает. Если мы говорим про доверенное отображение, и если его делать посредством телефона, то это да, это КС-1 в любом случае. Вот. Мы в этом направлении думаем сейчас немножко по-другому. Да, естественно, это будет мобильный телефон, но за отображение может отвечать какой-нибудь доверенный сервис документа оборота. Ну, например, тот же самый портал ЕПГУ, к которому ты, несомненно, получаешь доступ по КС-1, но, по крайней мере, происходит его идентификация, аутентификация как сервиса. Ну, коллеги, мой комментарий, да, если есть вопросы. Андрей, вот хотел бы обсудить, может быть, давай подискутируем. Значит, много раз на многих площадках звучит история. Цель, чтобы у каждого гражданина была электронная подпись. Вот. Не понимаю такую цель. Значит, если у каждого гражданина есть потребность в том, чтобы электронную подпись использовать, то она у него как-то появится. Да, он за ней придет, он ее получит, будет сервис. Если у него потребности в использовании электронной подписи нет, то хоть вы ему на лбу ее нарисуйте, как бы, да, смысл в ней какой будет. Вот. Не надо ли нам вместе с вами, вам, как бы, как лидерам подведомственных организаций, уважаемых министерств, все-таки скорректировать подход в том, чтобы сначала были сформированы и, соответственно, направлены бизнес-организации, в первую очередь, это не получится сделать со стороны государства, на формирование потребности в том, чтобы появились сервисы и, соответственно, электронная подпись. Спасибо. За вопрос, Алексей, абсолютно верно. Я никогда не говорил, что электронная подпись каждому гражданину в обязательном порядке. Я говорил о том, чтобы обеспечить простой доступ к электронной подписи, чтобы у каждого гражданина была возможность быстро, удобно ее получить и использовать. Тут я с вами согласен, вы совершенно правы. И даже вчера мне задавали вопросы в части обязательности нахождения, наличия ключей и электронной подписи в паспорте. И я говорил, что это не обязательно. Это только по желанию гражданина. Но поскольку сейчас идет большое развитие в части предоставления дистанционных услуг, как коммерческих, так и государственных, то такие механизмы, они должны быть. И любой гражданин должен иметь возможность получать к ним доступ. Андрей, понятно. Значит, у меня предложение. Давайте можем от вас, если вы не против, если вы поддержите, давайте это прямо в протокол нашего мероприятия занесем и отправим, значит, внести в паспорт РГ-5-2 стратегии экономического развития 2030 Российской Федерации поправку, изменяющую метрику оценки контроля развития, собственно, отрасли электронной подписи с количества обелеченных граждан, там, 20 миллионов в 2024 год, значит, 70 миллионов в 2030 год, на количество активно использующих электронную подпись граждан. Вы согласны? Ну, смотрите, я не возражаю, но я неуполномочен такие решения, к сожалению, а может быть, к счастью, принимать. Смотрите, если мы говорим про те показатели, о которых вы говорите, то у любого органа государственной власти есть какие-то свои KPI, понимаете, да? И тут не нужно путать KPI конкретного ведомства с массовой историей. Как это? Оно вот даже массовых коммуникаций. И что? И что? Нет, это разные вещи. В том, что какую-то подобную формулировку включить в протокол, я, конечно, не против, но цели и показатели, которые там все мы достигаем, они разные, и здесь вот тонкий момент их путать не нужно. Нет, я про ценность. Я вот исключительно говорю, как бы к чему, смотрите, мы этот путь проходили, да, там, можем потом обсудить с биометрией. Вот у нас ровно была такая же история. Мы сейчас сначала взяли, значит, амбициозные цели по распространению технологий, а потом осознали, что что-то как-то непонятно зачем. Вот, и потом поменяли логику, мы начали двигаться от потребности. То есть сначала начали формировать потребность, а дальше, соответственно, стали набирать, там, набрали 35 миллионов. У меня предложение, смотрите, электронная подпись – это не цель, это всего лишь средство, а цель, ну, для нас, для всех, и для бизнеса, и для государства следующая, чтобы как можно больше количества граждан получали доступ к удобным услугам, удобный доступ к услугам, быстрый доступ к услугам. Поэтому тут, скорее всего, нужно ставить KPI и включать в протокол не количество электронных подписей, выданных дистанционно или мобильно, а количество услуг, оказанных для граждан. Вот и все. Спасибо большое, Андрей. Андрей Алексеевич Лестратов. Расскажу, собственно, о проблематике Банка России в области, собственно, применения подписей. Первое, что хочу сказать, что, конечно, эта самая электронная подпись квалифицированная – это, конечно, большое, очень большое орудие в руках пользователей. И с точки зрения Банка, наверное, не следует повсеместно распространять квалифицированную подпись. Только в тех ситуациях, когда это требует закон, это обязательно, это уже, как говорится, решение государства. Но в тех ситуациях, когда этот закон не требует, вот наша позиция, что все-таки надо развивать неквалифицированную электронную подпись, но она должна быть такая же защищенная, как и, собственно, квалифицированная. В этой связи, то есть, в принципе, госключи или другие информационные системы, которые, собственно, наверное, должны действительно… Я поддерживаю вопрос плюрализма, вот мнение, что должно быть много разных, это самое, одной точки, все-таки вхождения не должно быть. Мне кажется, это правильно. Второй вопрос, конечно, касающийся мошеннических действий, которые, собственно, регистрируются и банками коммерческими, и Банком России, и решение проблем с их сокращением требует, собственно, наличия, не только наличия у пользователя устройства с ключом подпись или ключом волеизъявления, который он, собственно, может что-то поручить банку, например, но и, собственно, понимание банком, кто находится перед телефоном. То есть это, на самом деле, тот пользователь, который, собственно, завел эту учетную запись, или все-таки это уже какое-то другое лицо, которое, собственно, не имеет права распоряжаться этими услугами от имени этого лица. И в этом вопросе, конечно, все поворачиваются в сторону биометрии, что очевидно и, наверное, легкий ответ на этот вопрос, но в то же время, конечно, биометрия – это тоже такое… объект, который не всегда требуется, наверное, использовать в полном объеме, то есть снимать все виды показателей биометрических образов человека, которые, собственно, могут быть собраны. То есть здесь надо разумные, собственно, наверное, границы поставить по идентификации лица, которые находятся перед телефоном. То есть это проблема именно идентификации клиента, который вводит пин-код, который использует средства электронной подписи. Это очень важная проблема, и она решается разными путями, но ее надо обратить внимание, что, конечно, эта идентификация должна, наверное, быть многофакторной, и эта многофакторность должна, в принципе, применяться, более широкое применение найти. И, наверное, третий вопрос, который тоже, наверное, нас очень, собственно, этим занимается банка очень довольно активно, это, на самом деле, популяризация и правильного выполнения клиентам использования, правила пользования, фактически, средства электронной подписи и вообще средства получения каких-то услуг в банковской деятельности. Это, собственно, вот мне кажется, что в наших дискуссиях не хватало, наверное, разговора о вот именно обучении, массовом обучении населения правильно использовать, понимать риски, которые есть у человека, который имеет у себя средства электронной подписи, ключ электронной подписи, в каком-либо виде, дистанционном или локальном, здесь не принципиально. И, собственно, что ему точно делать нельзя, и что ему делать, собственно, можно, и как это делать правильно. Потому что, конечно, все прекрасно понимают, что пользователь делает максимально простые шаги, потому что это максимально простой пользовательский путь. Но в данном случае, понимая опасности различные, мне кажется, что они действительно… И мошенничественные действия производятся из того, что, собственно, человек не понимает опасности, собственно, из своих событий. И вот и Банк России использует… Все, наверное, ездили в метро в Москве, например, вот эти все картинки, которые там показывают на интерактивных экранчиках, это в том числе с участием Банка России, они были созданы, и хоть каким-то образом показывается, а что же может делать мошенник, когда пытается злодеть там циви-кодом карточки и так далее. И в эту сторону, кроме банковских, наверное, действий, но и вот обычных других, используемых электронной подписи, тоже хочется все-таки, наверное, чтобы это было разъяснялось пользователям в каком-то мягком режиме. То есть не выписывание, это самое правило пользования, там стоящее из 50 страниц, которые никто читать не будет, а какие-то хотя бы важные вещи, чтобы они доносились, наверное, до, собственно, клиентов. Ну вот, наверное, это три момента, которые я хотел отразить со своей точки зрения. Андрей, вот очень меня трогает вопрос, вот самый первый тезис, вот, значит, по поводу позиции Центробанка по подмене УКЭП и УНЭПам, да, не использование, то есть совершенно согласно, УКЭП должен использоваться в тяжелых госуслугах, в высокорисковых сценариях, разрешенных для дистанционного использования. Значит, правильно я понимаю, что вы не поддерживаете в том числе и историю, когда УНЭП точечной застройкой нормативного поля приравнивается к УКЭПу, то есть не требует дополнительных соглашений, ну, например, закон о мобильных операторах, да, там, о контрактах, закон, значит, о ипотеке, то есть вот то, что сейчас точечно втыкают, истории, в том числе и по финансовым сервисам, где делают УНЭП, приравненный УКЭПу. Ну, в данном случае я, наверное, отвечу немножко по-другому. Здесь он приравнен в рамках какого-то договора, то есть фактически он остался же УНЭПом, то есть это вот только в сотовых контрактах, да, только в каких-то отдельных областях, ну, как, деятельности. И в этом смысле УНЭП очень удобен, мне кажется. Не, ну, подожди, там главный ключевой момент, то, что у тебя уходит возможность работы с этим документом вне инфраструктуры удостоверяющего центра, то есть ты можешь его локально проверять, но все, что касается, значит, ключей, у тебя висит где-то, да, то есть если тебя обвиняют, условно говоря, в том, что ты баловался с телефона, говорил о бомбах, да, то если у тебя, у сотового оператора сохранился этот контракт с твоей подписью УНЭП, ты докажешь, что там ты, не ты, там, да, или тебя найдут. Если не сохранился, то, сори, как бы, тюрьма сидеть и... Вот. То есть УКЭП в этом смысле был, он гарантировал не только то, что ты можешь проверить подпись сейчас, но и то, что эта история, она не закончится в какой-то момент по воле оператора, который, например, решил больше не оказывать эту услугу и грохнул всей историей контракта. Ну, да, нет, эти вопросы, конечно, есть, и здесь я не могу сейчас строго сказать позицию банка, как мы на это смотрим, да, но в том числе, мне кажется, что здесь, наверное, какие-то требования предъявлять к операторам, чтобы эта история не продолжалась, потому что она в каком-то смысле... как раз есть социальная значимость, то, наверное, здесь надо какие-то условия выставлять. Ну, закон вводит возможность использования УНЭПа, не говоря какого, да, там, нет требований по АУЦУ. УНЭП разрешается, все. Ну, у нас, как всегда, подзаконных актов очень мало в обеспечении, наверное, это самое... законов, да, требуется очень большая прослойка подзаконных актов, которая требована к выполнению, наверное. Дмитрий. Алексей, ну, на самом деле, надо сказать, что просто некорректный пример по сотовым операторам, потому что там-то как раз введены требования дополнительные, да. Ну, вот я хотел бы здесь тоже Андрею поапонировать в той части его размышлений, где он затронул вопрос подготовки аудитории. Давайте учить граждан пользоваться электронной подписью, объяснять им в веселых картинках, что это может быть опасно. Ну, вот я бы здесь все-таки призывал всех нас, как профессиональное сообщество, которое занимается этой историей, подходить к этому вопросу совершенно по-другому. То есть наша с вами задача, наша с вами, не пользователя, ограничить пользователя в его возможных опасных действиях. Ведь посмотрите, какая интересная история получается. Значит, у нас есть замечательное наше министерство и ведомство, которое вообще, в принципе, хотят бежать впереди планеты всей и говорят, ну, давайте сейчас все тут оцифруем, все там, машины покупать, продавать, недвижимость, бизнесы закрывать, все в цифру и будем впереди. И нам флаг, и, значит, лавровый венок на шее. Дальше включаются айтишники, которые говорят, да фигня, сделаем, тут у нас столько технологий, виртуализации, то есть все, каналы 5G, уже мало, 6G внедрим, все будет летать. Потом безопасненькие мы с вами подтягиваемся, начинаем там что-то гундеть, говорить про опасность, но при этом все равно делаем. То есть вытачиваем те самые обоюдоострые гвозди, раскидываем их на каждом углу. Потом говорят, ой, слушай, пользователь, слушай, вот такая история есть. Тут дорогу новую проложили, но она вся гвоздями усыпана. Мы тебе сейчас в веселых картинках, в комиксах расскажем, как на гвозди не наступать. А, то есть гвозди-то зачем мы раскидываем? Ну, сначала претензия исходна к нашим чиновникам, которые хотят быть впереди планеты всей, вместо того, чтобы заниматься как раз-таки выработкой правильных, разумных, ограничивающих каких-то историй. Да, вот те самые разумные границы проведения тех или иных операций, какие сервисы разумно выносить в онлайн, какие разумно оставлять в оффлайн. Об этом тоже, кстати, говорилось и вчера, и сегодня, что как раз-таки те самые государства, за которыми мы активно бежим, очень много сервисов оставляют в оффлайне, не горят желания выносить в онлайн. Надо прийти ножками, подписать кучу бумаг, тебе разрешат продать квартиру. Ну, это нормальная история. Вот я свою квартиру не готов продавать в онлайне в принципе никогда. Ну, наверное, это профдеформация, но если я продаю это часто и удаленно, то это уже не мой личный интерес, это бизнес, скорее всего. Я считаю, что не профдеформация, я считаю, что вообще крупные покупки, машину вот недавно рассказывали, надо купить. Ну, я просто пример. Даже на примере Леша был, потому что нарисовали тебе твои аналитики, вот этот красивый слайд, да? Да. Машину стараются купить, но из-за того, что это у большинства людей, это, ну, у хороших людей раз в три года покупка, да? Но покупка машины – это личная штука, которой все равно ты придешь, ее погладишь и бумажки подпишешь. Не вижу проблем лично прийти там, да, и в МФЦ, и еще в какие-то там структуры, и все это официально затвердить специальноручные подписи. Цифра должна помогать делать рутинные операции, рутинные операции. А так у нас другая история. Которые делаются часто, и от них геморрой. Слушайте, да. Например, операция, которая делается редко, и от этой подписи счастье появляется, да? Пускай они будут, вот как вот по-старому, пером подписываться. Я считаю, что это даже будет для людей больше радости и счастья. Друзья, это все правильно, но вы поймите, что вот чуть-чуть, как бы я могу… Принцип скрытого Сбербанка, давай. Принцип, значит, опять же, ничего плохого там нет. Вы нам льстите, Дмитрий, вы очень далеки мы еще до этого идеала. Значит, по поводу того, что нужно и не нужно подписывать, да? Тут же вопрос, на самом деле, что первично? Первично – это сервис и, соответственно, бизнес-составляющая. То есть, если бизнес хочет, да, как коллеги из Мегафона говорили, а у нас бизнес не хочет paperless. Ну, не хочет и не надо. Значит, что вы напрягаетесь? Ну, не надо им, им хорошо. Тут с машинами же тоже пример, да, там, с теми же телефонами, которые сейчас тоже дорогие, стоят там иногда как полмашины. Значит, очень простая история. Будет сервис, ну, то есть, я, например, не готов и не хочу, и машину 10 лет не менял, отчасти потому, что я не хочу уходить по автосалонам. Я понимаю, что все машины сейчас примерно одинаковые. Я могу по советам, там, товарищей даже, наверное, мог бы выбрать машину, но я не хочу этим заниматься, мне вот приходится слайды рисовать с машинами. Поэтому есть люди, ну, просто вы же знаете таких людей, которые, там, телефоны меняют, например, каждые полгода. Я вот, там, не меняю, ты, наверное, не меняешь. Есть люди, которые меняют машины каждый год. Да, это сервис. Сейчас вот есть, вот там, у меня мелькает, там, Вольво, да, подписка на год на машину. Да, пожалуйста, прокаты, лизинг. Отличный пример, прям замечательный. Подписка на машины должна быть оцифрованной, все должно быть в электронной, потому что подписка на машины, это постоянные, вот, люди подписываются будут и менять эту всю историю каждые, там, три месяца, потому что это сделано специально для этого. В чем разница? В разнице в кейсе. Ты видишь, стоимость подписки, она как машина. Время вышло на дискуссии, а мы же завтра спросили. Нет, нет, там все застраховано, там застрахованы, риски дошли на другие. Есть. Добрый день, коллеги. Два буквально момента, которые услышал в дискуссии. Первое, это то, что вот про биометрию интересно, да, было. Действительно, ну почему-то мы рассматриваем технические решения с точки зрения безопасности, да, вот под КБ-2 смотрели, да, в карточке, в паспорте, это здорово. А то, что даже самый тупой пользователь является биокомпьютером, возможности которого нужно использовать, да, с точки зрения биометрии, есть уже такие технологии, они уже десятилетия есть, а мы пока про них не говорим, но это вот в плане развития. Здесь направление очень перспективное. И второе, я бы не хотел никого обижать, я вас всех уважаю очень сильно, но у меня складывается впечатление, что мы говорим примерно про такую фигулечку, которую покупаем, и для того, чтобы ее обслуживать или что-то с ней делать, надо предъявить чек о покупке и всю упаковку. Так вот у меня впечатление, что собрались производители офигенно дорогой и надежной упаковки и обсуждают между собой, как нам сделать эту упаковку еще дороже, еще надежнее, еще краше, для того, чтобы нам всем потом опять предъявлять ее при обслуживании своей фигулечки, которая является подписью. Простите, пожалуйста. Да, спасибо большое за вопрос. Я, если можно, попытаюсь ответить как раз на этот пассаж про упаковку. Здесь действительно очень важно отделять технологически упаковку от содержимого. И в нашей отрасли одна и та же, продолжая вашу метафору, технология сама по себе может для какого-то процесса служить упаковкой, а для какого-то процесса действительно достигать какой-то цели. Можно несколько примеров привести коротко. То, что произошло со сферой такси за счет технологий, как изменился клиентский путь от ловли у бордюра и, соответственно, торга с водителем до нынешней ситуации, когда ты в два клика вызываешь, доехал, ни слова не сказал, все списалось, все довольны, счастливы и все хорошо. Другой пример – это клиентский путь, который был с получением заграничного паспорта, который я четыре раза получал. Это четыре кардинально разных истории, которые были от поездки в АВИР и стояния три дня в очереди, и сбора документов, подписания в университете, на работе, в военкомате и все, до вот такого вот процесса, который сейчас реализован, несмотря на то, что он требует личного похода, но это не напрягает личный поход. И в этом смысле, когда вот пример с биометрией, который Алексей привел, тоже очень показательный. Мы должны, не мы должны, вот тот бизнес, который внедряет технологии, которые мы делаем, он должен отталкиваться не от гипотетической какой-то навязанной, придуманной им потребности, а выделять действительно боль, разницу потенциалов, которые можно за счет технологии сократить, и на этом, зарабатывая, улучшая клиентский путь, мы тоже, собственно, все пользу приносим и получаем. Финальный комментарий по одному слева направо и закончим. Поколе кратко. Самое хорошее применение технологии, когда приходит какая-то компания, у которой есть реальная боль, и она говорит, решите при помощи криптографии мою боль. Вот мобильная подпись, вот в наших кейсах, вот тут есть вопрос про кейсы, да, самый понятный кейс, бригада работников, которые выходят на объект, они раньше подписывали большие бумажки и с собой эти бумажки возили. Сейчас они там на планшете при помощи там мобильной подписи подписывают документы, когда выходят в наряд. У них процесс происходит в пять раз быстрее, и они вот эти там ключевые носители, там облачную подпись не теряют, потому что она к ним привязана, решила кучу проблем, потому что это стало дешевле, и у них намного стало больше порядка. И таких кейсов достаточно много. Это не упаковка, это решение конкретной проблемы пользователя. А то, что мы пытаемся сейчас сделать всех счастливыми обладателями подписчиками, которые не знают для чего, мы этого не пытаемся. Мы пытаемся сделать элементы технологий, которые потом реальный бизнес будет у себя применять. Спасибо. Алексей? Финальный комментарий. Да, коллеги, еще не буду итог подводить, я думаю, все запомнили происходящее. Один момент, который не прозвучал, мне кажется, который тоже меня очень пугает в последнее время, это подмена технологий. У меня презентация есть, когда вместо технологии подписания документов используется либо простая электронная подпись, либо биометрия. Мы любим и то, и другое, и то, и другое используем по назначению, но вот хотелось бы обратить внимание, что будучи примененным не по назначению, это большой риск и также вот такая же засада, как с УНЭПом, который точечно внедряется. Наверное, это вот как финальный момент, который тоже хотелось бы упомянуть. Спасибо. Дмитрий, финальный комментарий. Да, ну, хочу сказать, что, наверное, очень интересно получилось у нас такой круглый стол. Я хотел благодарить коллег-экспертов, которые дискутировали, оппонировали. Ну, не могу удержаться, да, про фигулечку. Я все-таки говорил про гвозди, нам приятнее гвозди производить. Это более понятная конструкция. Почему, собственно, мы считаем, что… Почему мы тут сидим, обсуждаем упаковку? Да, мы очень много ей уделяем внимания. Да, просто потому что к нам постоянно приходят, говорят, вы сначала гвозди сделаете, сделали, а теперь еще давайте упаковку и все остальное. Мы вынуждены комментировать очень большое количество вопросов, которые не относятся к гвоздям непосредственно. И поэтому я говорю, что не проблема сделать гвозди. Здесь нет никаких серьезных ноу-хау. Вот есть проблемы в упаковках. Упаковка мобильная, упаковка стационарная, облачная, виртуализованная. Вот с этим основная масса проблем, на которую мы как разработчики тратим основную массу своих усилий. А гвозди-то с ними все более-менее понятно. Тут особых проблем нет. Поэтому я никуда из этого процесса не деться. И, собственно, мой основной комментарий заключается в том, что все-таки надо разумно подходить к этим всем гвоздям, то бишь технологиям, и применять их по месту. Не пытаться их действительно, я здесь полностью солидарен с коллегами, пихать везде, куда ни попадет. От этого только больше проблем возникает, и еще больше количества оберток. Спасибо. Андрей? Я коротко хочу все-таки, наверное, про красивые картинки дальше проговорить. Вы же прекрасно понимаете. Вот здесь у нас аудитория квалифицированная, которая пришла слушать именно. Они знают, что такое электронная подпись. Чтобы электронная подпись была массовой, и люди не боялись ее применять, нужно ее популяризировать, и прориски, хоть даже в картинках доходчивей. Я так скажу. Можно мне? Спасибо большое. Можно мне? Да. Я вот хотел бы присоединиться. Виталий Решетников, Владивосток. Я к коллеге хочу присоединиться, но прежде чем сказать несколько слов, интерпретировать, скажем, со своей стороны, я хотел бы привести случай, пример из своей жизни. 2001 год. Мы внедряем на Дальнем Востоке 5 систем по контролю оборота алкогольной продукции. Все знают, что это такое. Ну, многие, наверное. И вот я разговариваю с одним предпринимателем, акцизный склад, а он мне задает вопрос. Слушай, давай я тебе бутылки свои продавать буду? Ну, отдавать. А ты будешь клеить туда эту марку и продавать. Я к чему это говорю? Я к тому, что в этих вещах всегда нужно в суть не потерять. Для бизнеса важна совокупная стоимость владения вот тем продуктом, которым он обладает. И когда мы создаем различные вот эти вот технологии, то нужно понимать, что совокупная стоимость владения информационной системой для предпринимателя не должна выйти за какие-то разумные пределы. Ну, например, для физического лица она не должна выйти за пределы какие-то разумные с учетом рисков. Для какого-то предпринимателя крупного и даже для удостоверяющего центра на самом деле она не должна тоже превышать какие-то пределы. Сейчас вы обращайтесь в лице нашем к РАРу и Минцифре. Мы все-таки разработчики средств информационной безопасности. А вот это вариант вопроса. Рар, когда будешь делать новую реформу, честный знак, когда будешь делать новую реформу, пожалуйста, подумай об этом. Мы им донесем. Время закончилось полностью, окончательно. Давайте закончим. Спасибо большое всем экспертам, спасибо большое всем вопросам. Спасибо. Спасибо.